В Нарьянмаре полным ходом продолжается подготовка к паводку. Особое внимание по традиции укреплению защитных дамб. Готовность города к стихии взяли на контроль активисты Общероссийского народного фронта. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Общественники обратились к городским властям с просьбой провести работы по восстановлению дамб, сделать подсыпку грунтом заранее, а не в период половодия. В Нарьянмаре риску подтопления во время весеннего половодия подвергаются сразу несколько жилых микрорайонов. Активисты Общественного народного фронта провели мониторинг антипаводковых дамб и опрос жителей микрорайонов Качгард, Малый Качгард, Совхоз, Сахалин и выявили те участки, на которых отсутствуют или повреждены те антипаводковые дамбы, которые существуют. Жители данных участков обеспокоены данной ситуацией и обратились в Общественный народный фронт. Большая вода весной для нашего города не редкость, но ее всегда горожане ждут с небольшой тревогой. Мало ли, в зону подтопления могут попасть микрорайоны Качгард, Малый Качгард, Сахалин, Совхоз, Старый аэропорт и поселок Мирный. Все они расположены ниже отметки в 550 сантиметров. В зоне особого внимания ОНФ Старая Бондарка. Мы, как активисты, обеспокоены той ситуацией, что те участки, которые мы озвучиваем, они находятся ниже критической зоны возможного прохождения ледохода. По заверению городских властей, для укрепления насыпей по предотвращению подтоплений в этом году было закуплено мэрией 2000 кубометров песка. В октябре прошлого года была проведена подсыпка в районах Старого аэропорта и переулка Сахалинский, а также по улице 60 лет октября. О готовности города к приходу большой воды представители мэрии доложили на очередном совещании. Проведено обследование противопавок нацепи на территории города, учитывая опыт прошлого года. Приобретено 2000 кубов песка, который будет использоваться при необходимости по заявкам населения и организации. Проверенная комиссионная проверка отсыпки и готовности дамп на дороге на полигон ТБО, объездной дороги района Тубиспансера, СПК Ерфа, Сахалин. Времени для восстановления частично разрушенных дамп остается крайне мало. До момента, когда на Печоре в районе Нарианмара начнется ледоход, остались считанные часы. Стихия ждать не будет. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.